Мероприятия, посвященные памяти воинов-интернационалистов, в эти дни проходили на различных площадках города и принимали их руководители всех уровней. Накануне на территории мемориала «Брестская крепость-герой» состоялась встреча заместителя председателя областного исполнительного комитета с представителями региональной организации общественного объединения «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане». Предварила открытый диалог большая экскурсия по обновленным галереям мемориала, после которой прошел круглый стол. Тем для Большой дискуссии оказалось немало. Вопросы помощи и поддержки вдов и матерей погибших воинов-интернационалистов, льгот для самих ветеранов, многие из которых уже находятся на заслуженном отдыхе, а также тема патриотического воспитания молодежи. Сегодня вся эта немалая социальная группа находится под особой опекой государственных структур и общественных организаций. Конечно, понимать, что произошло, что несет война, вот это, конечно, важно для детей, прежде всего для нашей молодежи, услышать это из уст людей, которые воевали, которые рисковали ежедневно своей жизнью, здоровьем, и они не понаслышке знают цену этой жизни. Было заключено соглашение о взаимодействии и сотрудничестве, и в рамках этого соглашения проводятся различные мероприятия. В первую очередь, это то, что в коллективных договорах предприятий, там, где работают участники войны в Афганистане и не только, другие военные интернационалисты, предусматриваются различные меры морального стимулирования, материального стимулирования, скажем так, к памятным датам, к дню вывода войск или к дню памяти воинов-интернационалистов. Федерация профсоюзов, областное объединение, особенно на уровне районов, проводятся всегда совместные мероприятия с афганцев и профсоюзных организаций. Я хочу сказать, что одним из пунктов соглашения предусмотрено преференции или льготы для воинов-интернационалистов в учреждениях культуры. Война в Афганистане оставила след в сердце ни одной матери, жены, дочери и сестры. Всем им она принесла боль и страдания. Накануне символичной даты глава города Александр Рогачук встретился с домами погибших, а также с ветеранами афганской войны. Мероприятие носило рабочий характер. На повестке дня стояли актуальные вопросы, многие из которых долгое время были в разработке. Одним из таких является план по увековечению памяти погибших. Поступающие предложения, а их немало, не остаются без внимания. Путем обсуждений и анализа на встрече выносились решения, которые лягут в основу подготовки к тысячелетию города. Очень радует, что наши воины-афганцы, наши общественники активно генерируют идеи к тысячелетию. Активно предлагают хорошие посылы, которые не требуют больших финансовых затрат, но которые могут очень существенно и визуально, и содержательно украсить наш город. И даже по итогам данной встречи я для себя сделал вывод, вот это площадки техники, которая должна быть на территории крепости, наверное, мы даже ускорим эту работу. Это не очень дорогой проект, но он однозначно будет востребован и детьми, и молодым поколением. Что касается возможной экспозиции музея, посвященной воинам-афганцам, мы к этой теме подойдем в более широком смысле. Это не только афганский период. Служили воины во многих горячих точках мира, поэтому подойдем вообще к теме воинского подвига, к теме армейского подвига от 1945 года и до наших дней. Рабочая встреча проходила в форме диалога, что положительно сказалось на итогах беседы. В ходе разговора был охвачен широкий спектр вопросов. Личных просьб от присутствующих не поступало, что лишь подтверждает тот факт, что городские власти регулярно принимают участие в жизни жен, детей и матерей, павших солдат, оказывая помощь и поддержку. Что же касается спорных вопросов о льготном обслуживании и благоустройстве, то Александр Рогачук пообещал, что в ближайшее время все эти нюансы будут улажены. В ходе встречи были расставлены акценты на перспективу. Время показало общими усилиями, а главное верой в общее дело, возможно сделать многое. По кончении встречи председатель городсполкома вручил почетные грамоты самым инициативным. Общая беда когда-то сплотила людей. Они не стоят в стороне от проблем друг друга, всеми усилиями стараясь оказать поддержку. Когда у них какие-то вопросы, они звонят мне. Что надо к медицине обратиться? Чем из меня я созваниваюсь куда-то их? Дом какие-то невремензицы? Ну, что подумал, какие семейные? Я иду, улаживаюсь. Сегодня в Бресте проживает 1217 ветеранов афганской войны. Многие солдаты вернулись с боевыми наградами, в то время как 28 наших земляков родные так и не дождались. Для семьи погибших война – это не заживающая рана. Отдать дань памяти и уважения воинам-интернационалистам. На митинги с каждым годом приходит все больше людей. Среди них – представители городской вертикали власти, организации и предприятий областного центра. Ветераны и близкие люди павших воинов. Немало в их числе горожан, которых не коснулась война. Трагичные страницы истории не могут оставить равнодушными. Это боль всего народа. Того че сыновья, мужья и отцы были вынуждены взять в руки оружие. Обязательно нужно приходить к нашему памятнику. Винки, цветы, хорошие слова, все должно быть. Самый молодой сейчас афганец, ему 48 лет. И самая основная проблема – это проблема медицинского обеспечения. Уход, ежегодные осмотры и так далее, качественные. Где-то помощь какая-то медицинская, своевременная и так далее. Вот самое главное, что для нас. Даю им внимание.